добрый день дорогие мои вы на канале приют ангелов с вами народный батюшка мира и добра вам от пресвятой троицы как же мне хорошо под зонтиком как я забыл что у меня есть ну потому что дожди все дожди и пытался на солнышке с вами разговаривать меня все внутри течет голову печет а я пытаюсь вам умные вещи какие-то сказать но тем не менее я вам пытаюсь эти умные вещи сказать еще раз повторяю что я считаю что это мое священно служение то есть те кто говорит священник должен только в храме служить они очень сильно ошибаются у нас много видов священнослужения у священника и главный вид проповедь ведь на самом деле вся литургия все богослужение заключалось делается для двух главных таинств одно это освящение словом или приход бога слова к вам через проповедь священника все священники обязаны были раньше говорить проповеди это повелось еще и с апостолов которые считали что нельзя садиться за трапезу и не сказать слова поэтому причащались можно так сказать собирались апостолов достаточно часто но обязательно была беседа ну вот было от кого-то из апостолов было разговор или апостола письма свои посылали помните есть коринфянам обращение к феселоникианам вот и апостол обращаются вот эти письма зачитывались обсуждались и из этих письма брали братья что же им делать и как им понимать евангелие вот эта обязанность она лежит на всех можно так сказать просвещенных тех кто христу и мы с вами всех святых и знаем через то как через них пришло бога божье слово у нас редко есть святые дудак которые там мученичеством просветились или подвигом воинским просветились от них уж конечно слова не нет они своей жизнью показали что они святые но большинство мы знаем через слово через проповеди через писание через общение и все остальное поэтому то что мы с вами читаем то что я с вами на эту тему рассуждаю и нет себя я стараюсь нет себя говорить я ну как батюшка серафим говорил я ничего от себя не говорю так и я вам говорю что я стараюсь нет себя я молюсь читаю пощусь сколько нужно и сколько могу а уже то что через меня к вам идет вот в этих беседах муравей заблудился иди иди гуляй самое совершенное существо только что я скинул себя дарвин считал что муравьи самые совершенные но мы-то считаем что мы самые совершенные но мы иногда хуже зверей становятся почему в нас нет совершенства а потому что нет духа святаго внутри у человека которым нет духа святаго благодати божией тот и становится как как звери звери тоже имеют как мы с вами уже изучили благодать внутри себя которая называется жизнь даже растений вот эти имеют жизнь это тоже благодать духа святаго мы это прошли а вот у человека кроме жизни кроме благодати есть ум есть сердце которые получают знание от бога как жить и для чего жить но самым главным во всем этом у человека является воля воля и вот мы с вами дошли до того момента когда читаем это из беседы батюшки серафима антоний великий говорит письмах своих к монахам многие монахи и девы достигшие великих степеней все-таки о различиях в волях действующий в человеке не имеет не ясного понятия и не ведают что в нас действует три воли для чего это антоний великий говорит мы с вами через беседу дошли что человек может получить духа святаго благодать божью которая является творческой энергии в человеке то есть он может это энергии на что-то истратить а вот на что истратить будет зависит от того какой воли он применит к этой своей энергии ну то есть вот вам послал бог миллион скажет рублей кто-то скажет много кто-то скажет мало я никогда миллиона рублей не имел в руках поэтому не знаю много это или мало вот но послал что вы делаете с этим миллионом я как-то смотрел передачи как она называлась миллионер что ли или как быть миллионером где давали такие средства людям и они этими средствами пытались наладить свою жизнь там или еще что в результате у некоторых ничего не получалось деньги истрачены а ничего не вышло и вот те кто смог их правильно истратить кто дело себе какое-то завел на эти деньги вот те действительно и и нравится как они все это делают а тайный миллионер называлась там еще его и одевали в бедного а у него были деньги не вижу я этой передачи да я редко стал телевизор смотреть так вот смотрите какие же воли какими волями вы сможете потратить эти деньги мы сейчас о благодать как о деньгах ну тут батюшка сам заговорил что как купцы мы должны разбираться с этой благодатью получать ее через торговлю с богом и тратить ее так вот божья какие же три воли действует в нас первая божья все совершенное и спасительное вторая собственная своя человеческая или не пагубная то и не спасительная и третья бесовская пагубная вот такие три воли в нас могут действовать и это третья вражеская воля научает человека или не делать никаких добродетелей или делать их из тщеславия и для одного добра а не ради христа вторая собственная воля наша научает нас делать все в угождении наших похотей не обращая внимания на благодать приобретаем через делание добра но первая воля божия и всеспасительная лишь в том состоит чтобы делать добро и добродетели единстве для стяжания духа святаго как для сокровищ неоскудеваемое вечного и ничего вовек достойно оцениться немогущего который есть тот елей коего не доставала у юродивых дев не бравщайших на приобретение его ни малейшего внимания а удовольствующихся лишь счетом видимого соделанные им добродетелей поэтому это девы сии и названы юродивыми так как забыли о плоде добродетели необходимым нужным то есть о благодати духа святаго без которого и спасения никому нет и быть не может ибо духом святым всякой душа живится и чистотой возвышается светлеется троическим единством священно тайне вселяющимся в души наши и это то самое вселение в души наши его вседержителя сопребывание со духом нашим его творческого всетворческого единства и даруется нам лишь через стяжание духа святаго который приготовляется в душе нашей престолу божьему с духом нашим сопребывание по непреложному слову господа все люсе в них и похожду и буду им в бога и тими будут в люди мои вот какой итог стяжание благодати духа святаго человеком через доброделание и если мы с вами говорим что вот благодать в нас проявляется творческой энергии силой жизни творческой направленной на другие благие дела то получается что мы ради этого делая эти благие дела и получая эту благодать должны желать именно дальнейшей этой энергии и такого же творчества и таких же сил это делание сегодня я видел по телевизору сюжет где две девушки через свой блок набрали 100 миллионов рублей и купили на эти деньги какие-то мотоциклы для наших воинов какие-то дроны там ну в общем все потратили на то чтобы помочь нам защитить свою родину и я смотрю на них и я вижу что они бодрые веселые энергичные только представить сколько они трудов затратили и когда я иной раз слышу ой у меня сил нет я вот это вот сделал я вот это то есть люди такие самодовольные они какую-то делишку сделали может быть и добры но все они уже все и выжаты они уже дальше ничего делать не хотят а то и останавливаться я вот знаю таких людей которые начинали фонды благие причем с благими намерениями одна знакомая есть и чё деньги получили уехали за границу за границей вроде продолжает это же дело но все фонд грубо говоря сдох и она все время жалуется одно и то же сил у меня нету сил больше у меня нету и время от времени все таки приглашает теперь за границу продолжать реабилитацию одного там человека двух в год хотя когда мы встречались фонд предполагал что они будут сто человек в год реабилитировать там еще больше откуда у нее вот эта немощь почему она потеряла эти силы а потому что на себя видимо и планировала этот фонд для того чтобы вот так и выглядеть и считаться хорошей и а может еще и была цель заработать хотя она при хорошем муже богатом и в общем то не было у нее таких потребностей грубо говоря ну видимо вот для самовеличия что вот я вот такое могу и очень многие такие и вот эти девушки меня восхитили тем что они сделали огромнейшее дело ну вот такие живые бодрые я в этом вижу прямой признак что вот на это им господь дал благодать они потратив ее на это теперь получат еще больше благодать если цель останется та же сделать добро ради христа а не ради себя их тоже я понимаю сейчас как схватит как это там медные трубы одно из искушений сатаны который забирает людей в свою волю и они уже получив вот это право распоряжаться деньгами определенными на нем заработав войдя в состав в отношении с лукавым получит еще большие деньги но истратит их как попало и польза от них будет в 10 раз меньше чем от меньших денег которые человек потратил вот то же самое с благодатью поэтому еще раз повторяю что признак благодати который вас посетил это творческая и живая энергия вам хорошо вам хочется еще что то сделать и она на любое благое дело делается мы сейчас обсуждаем большое общественное дело но я то все время говорю что мы то с вами простоверы мы то с вами деревенские люди у нас с вами ну ближайшие вот наше окружение это наша семья которым мы пользу можем принести благим делом так вот ее и надо принести потому что от того как вы делаете благое дело вашим детям внукам или просто соседям будет складываться все остальное благое дело большое и маленькое то есть будет хорошо вашим детям будет хорошо вам это сто процентов и дети долго проживут помните заповедь есть те кто почитает отца и матери свою те будут долголетние на земле но почитать то надо то что есть в человеке хорошем то есть почитать то как евангелие почитаем мы что мы там в нем читаем надо чтобы что то хорошее было те кто жил как попало те кто сам не имеет никакого порядочности внутри те кто сами нажили свое можно так сказать счастье неправильным путем и требует почитания своего они только губят таким образом детей даже ну вот я знаю некоторые богатые семьи знал что вот их дети почитали за то что у них богатство а чем это кончилось почитание наркомании этих детей потому что такая у них проблема что надо деньги куда то родительские тратить и поэтому вот это то и есть тот елей при избытке которого у дев мудрых светильники душ светло гореть могли так что они и жениха в полуночи пришедшего дожидаться стали с горящими светильниками и в брачный чертог вошли с ним радуяся а юродивые видевшие что гасает их светильники хотя и пошли на торжище да купят елея но не успели возвратиться вовремя ибо двери уже затворены были торжище жизни наша торжище жизнь наша двери чертога брачного затворенного и не допустившего их к жениху смерть человеческая девы мудрые и юродивые души христианские ей лей есть получаемые через добрые дела внутрь нашего естества благодать духа святаго притворяющего оное испытление внетление от смерти душевной в жизнь духовную от тьмы во свет от бывшего некогда вертепом существа нашего где страсти иногда яко скоты и звери привязаны были к яслим вертепа то есть вожделение нашим притворяется в существо наше в храм божества в пресветлый чертог вечного радования Христе Иисусе Господе нашим творце и избавителе и вечном женихе душ наших да сподобит он сам явиться к нам грешным со множества нелея во гласе радования это учение о волях то есть любое делание которое вы начинаете вы должны оценить с какой волей вы к нему подходите и это воля еще раз повторяю либо от сатаны либо либо ваши личные либо от Христа от сатаны вы будете дела делать которые вам да славу принесут принесут деньги и так далее потеряете здоровье вот один из признаков что вы неправильную волю применяете это теряете здоровье прежде всего психическое здоровье своя воля на угождение своих страстей идет ну заработаете хорошенечко на еду оденетесь в одежду дорогую часы золотые ой чуть меня не сбила птичка ну вот оденете и все остальное и что и что как всегда говорят в гроб это не положишь потому что смерть закрывает нам все ворота в рай а смертными кто без без духовные остаются потому что те кто стремится христу те бессмертные а их от смерти переходит в жизнь в жизнь вечную и вот только те кто в жизнь вечную стремится и получает на это благодать духа святаго и есть те кто работает христа ради добрые дела делает или наоборот те кто добрые дела христа ради делает без желания получить благодарность даже спасибо оказывается нельзя у нас сказано что если тебе сказали спасибо значит ты уже все здесь получил за твое доброе дело я как-то с одним человеком значит сижу к нему такое подходит он действительно ну там фонд и все остальное такое дело хорошее провернул как он говорил ох делишко провернули к нему подходят и говорят ну спасибо я уж не буду называть как ну спасибо вам вот прямо вот так ему говорят и он такой довольный а ну так постарше меня было это отошли и он такой пачка смотри как благодарят я говорю не благодарят они у тебя царство небесное отнимают это как это я говорю ну вот тебе спасибо сказали все что ты делал закончилось ты уже получил все что от бога должен был получить как я что за спасибо работал я говорю ну получается да но это доброе спасибо такое настоящее но только за него ты и работал не батюшка это вы как-то не так рассуждайте но ему было для себя успокоительнее считать что я не понимаю ничего безграмотный и я никак не так как-то понимаю вот так так что не говорите мне спасибо там некоторое время от времени пишут батюшка вот спасибо за ваши ролики и все остальное я знаю что раз вы смотрите значит вам хорошо очень удивлен когда люди говорят я вас 9 лет смотрю спасибо вам за то что говорите ладно помолитесь о нас грешных вот это настоящая для нас благодарность а вам всем радости духа святаго вам всем благодати божией на ваши творческие дела и делайте их по мере сил своих даже то что вы просто огород делаете правильный хороший и питание выращиваете растения любите это уже творческая ваша деятельность уж не говоря о том что в конечном итоге мы всех людей должны любить и за всех людей молиться аминь аминь